Друзья, привет из Австрии! Мы с вами на горнолыжном курорте Ижгель, который был закрыт 21 месяц. Представляете, он так и не открылся в прошлом году. И сегодня, именно сегодня, первый день открытия. Мы вам покажем, какая тут обстановка. Обязательно заглянем на швейцарскую сторону и вообще проедемся по курорту. Людей, судя по всему, пока достаточно мало. Работает один подъемник из долины Селебрета Бан. И парковка занята только наполовину. Кстати, в Ижгель проверяют достаточно строго правила 2Г. Например, наши эскипасы автоматически не сработали. Нам пришлось показать наши сертификаты о вакцинации. После чего их активировали. И мы смогли сюда приехать. Как известно, горнолыжный курорт Ижгель находится в двух странах. В Австрии и в Швейцарии. И что интересно, что на австрийских подъемниках необходимо носить маску FFP2 и соблюдать правила 2Г. А на швейцарской стороне работает правило 3Г. И маски FFP, соответственно, не обязательно. Друзья, посмотрите, мы сегодня не единственное снимаем видео. Это австрийское телевидение УРФ. Тут находится также немецкое телевидение ЦТФ. Учитывая, что туризм в Австрии пока недоступен, на открытие Ижгле приехало всего 2500 человек. Учитывая, что общая пропускная способность подъемника выжгли более 94 тысяч человек в час, то трассы здесь действительно пустые. А Ирина тем временем снимает сториз для инстаграма, которые вы могли видеть в реальном времени. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить в следующий раз. Ну что, друзья, мы с вами наверху подъемника с очень интересным названием для русского уха Цедлас на высоте 2791 метр. И сейчас двигаемся в сторону Швейцарии. Кстати, лайфхак. В Австрии сейчас кафешки не работают, а в Швейцарии вполне вероятно они открыты. Давайте поедем, посмотрим. Друзья, к сожалению, Ира упала достаточно серьезно, и у нее до сих пор болит шея. Так что поддержите ее старание лайком и подбодрите в комментариях. Ира упала достаточно, и у нее до сих пор болит шея. Мы возвращаемся в сторону центральной зоны катания Выжгли и Дальб. Посмотрите, какие тут широченные трассы. Сейчас работает 17 из 41 подъемника и открыто 130 километров трасс из 240. Кстати, если не смотрели видео, как горнолыжные курорты хитрят с длинными трасс, то я выложу его в прикрепленном комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, друзья, один впуск, и тут маски уже не надо надевать. Да, мое предположение оказалось верным. На стороне Швейцарии рестораны действительно работают, и тут даже нет необходимости носить маски. Очень забавно, когда правила так сильно различаются на расстоянии всего одного спуска. Кстати, пока туризм в Австрии закрыт, можно остановиться на стороне Швейцарии и без проблем приезжать в Австрию на лыжах, при условии, что у вас есть признанная в ЕС вакцина или сертификат переболевшего. Субтитры добавил DimaTorzok Друзья, мы возвращаемся на сторону Австрии. Видите, справа есть знак, показывающий границу, и даже таможенная будка. Правда, в ней очень редко кто-то сидит. Хотя я и слышал иногда про случаи, что людей с большими рюкзаками иногда останавливают и забирают лишние бутылки, привезенные из бестаможенной зоны Самнауна. Но обязательная программа при посещении Ижгле сделать фотографию около этого знака, который находится наверху подъемника Б-2. Отличный сегодня получился день, погода морозная, условия по снегу классные, народу на склонах практически нету. А теперь советую посмотреть полный обзор горнолыжного курорта Ижголь или топ-10 горнолыжных курортов. Как думаете, какое место там занял Ижголь?